всем привет друзья мои рад вас всех приветствует на своем канале приятного аппетита если кто-то кушает и смотрит это видео ну что помчали сегодня у нас очередная распаковка очередные разного рода ништячки из китая ну что поехали так здесь у нас должен быть юсб кабель юсб кабель ссылочку я на него оставлял у себя в группе вконтакте там какой-то был аттракцион невиданной щедрости от компании топк и кабель что-то там от 30 с копейками до там 60 рублей зависимости от уровня прокачанности аккаунта на алиэкспрессе стоил и ну вот кто у меня подписан на мою группу вк тот соответственно там понабрал ты проводов это у нас в моем случае юсб на тайп си кабель такой достаточно мягенький ну по сути за вот эти вот мега-мега-мега-мега-мега-мега много денег в размере там 37 рублей за него сдавал по моему что-то 30 чем-то в общем где вы купите кабель метровый за 30 копейками рублей да нигде так а это у нас не что иное как о вот гаджеты подъехали китайские но щетка от компании миджа а это у нас дочерка сяоми тут как обычно все у нас все на понятном нам китайском языке тут вот сами все понимаете да зачем вы умные тут все у меня пуды бич сами все в принципе полусловом 0 18 миллиметра гб-33 тысячи что все эти цифры означают я не знаю вот такая вот щеточка что-то в районе там по-моему меньше 100 рублей за нее отдавал но хочу попробовать сяомишную щетку так но это так сказать разогрев у нас а вот а громадная посылка которая прям гвоздь сегодняшнего видео будет предысторию такова попросите меня мой хороший дружака собрать компьютер компьютер не игровой компьютер для там для работы именно для работы взрослому человеку для работы вот решил что большую часть железа именно железо мы возьмем в китае а вот блоки питания корпуса мы по месту все это дело купим ну и туда же у поехал и м2 нвм ем накопитель ну соответственно сегодня мы посмотрим распаковку и будет видео где это все делано впихаю в системный блок посмотрим что к чему как это выглядит и плюс там будет такой необычный ну так сказать девайс монитор монитор не местный монитор из китая ну что не будем дальше спойлерить давайте все это дело раскрывать раз-два-три итак у нас материнская плата на сокете 2011 ну да кто бы и сомневался это у нас хуананджи на чипсете x79 здесь у нас юсб 3.0 сата 3 нужно не знаю там 8 psb короче ребята сразу говорил вам я не мега компьютерный блогер я вот покупаю так сказать показываю вам что купил ну грубо говоря подобного плана материнка стоит у меня в компьютере уже год целый и проц похожие там тоже самое трудится в общем исходя из этого я это все и покупал то есть как у себя так и вам соответственно советую но это у нас не что иное как комплект ухты вот он накидал гибридская сила а процессор опрос у нас уже установлен так ну все это приходит в вот этих вот анти сатанинско-анти статических пакетах юсбшники это что у нас все все так сказать это читает перед тем как что-нибудь начать делать естественно она очень все интересное здесь крайне познавательное так вот это для некоторых уже и хер знает куда ее сувать по хорошему то счету но это драйвера переходник на кулера чтобы у нас кулер нормально установился на материнскую плату и о как говорится попросил китайца можно дозничок не ну сейчас как говорится ширнемся и продолжим наркотики зло так давайте все это дело сейчас убирать и итак вот это все мы откладываем вот это с удой иди так что мы имеем здесь у нас планок памяти на чипах сейчас гляну ну сек если вам видно сек это у нас не что иное как samsung раз так это что у нас тоже все на все как тоже на самсунгах 2 5 3 и 4 здесь по 4 гига соответственно нехитрыми математическими исчислениями можно понять что здесь у нас 16 гигов оперативы но я думаю нормально для офисной работы и сама материнская плата подложечка тут ребята всегда когда вы заказываете китай особенно вот такие вещи просите продавца пишите сообщение пожалуйста упакуй хорошо там plis pack item strong а то есть чтобы не было такого что пришло мать тут винтом вся так процессор у нас ну как вы понимаете за такие бешеные деньги тут у нас двадцать шесть восемьдесят девять если не память не изменяет да сейчас глянем до двадцать восемьдесят девять у него тактовая частота 2 из 6 но скорее всего здесь уже будет либо за заранее прошитый bios либо мы его шиванем и разблочим turbo boost turbo boost у него до трех и трех не по некоторым ядрам но так вот среднем 32 молотит то есть 32 здесь у нас по моему восемь ядер 16 потоков если мне память не изменяет по моему восемь ядер 16 потоков так здесь у нас охлаждение на зоне vrm то есть теплоотвор должен быть неплохой здесь на мосту тоже идет металлический охлад все это красиво симпатично у меня материнка не такая красивая здесь уже посимпатичней то есть единственное что запасайте сразу таблеткой вот этой вот нет головной боли от геморроя а таблеткой батарейка таблетка которая нам будет необходимо чтобы у вас bios постоянно не сбрасывался здесь у нас сканер посткодов стоит сразу у нас две кнопки отдельные то есть можно без системного блока ресетнуть и стартануть плату ну прикольно не надо тут знаете отверточкой эти контакты и замыкать прикольно здесь стоит просто мега противный пищащий просто а оба вещей оба вещей динамик который каждый раз подпискивает когда сканер посткодов тестирует плату что у нас здесь слот m2 nvme здесь еще один короче тут два по моему виды там я уж ребята точно не помню кто там пошустрее в этих делах соображает на можете в комментах черкануть я не обижусь как говорится если еще то путное подскажите напишите знаю что здесь два слота и на m2 накопители только один там для одного вида 2 для 2 вида хер знаю ну в один из них я думаю заткнем наш накопитель и он там работает и будет по итогу так здесь у нас 230 usb 4 штуки обычных юбишек второго поколения так и все видите сбоку все это сделано чтобы красиво в блоке все это дело располагать чтобы у вас него такая там косая сгибалась а все это дело сбок сбоку завести для красивого кабель менеджмента короче ребята самое важное что хоть хочу сказать от себя обязательно обязательно берите не одну планку на 16 дигов а берите там 4 по 4 чтобы у вас работал по-моему 4 канал здесь по-моему 4 канал поддерживается но во всяком случае двух канал сто процентов то есть вот этих два канала но по моему вот эти серверные процессы они держат четырехканально серверную память и пропускная способность у этой памяти на частоте 1866 она гонится опять же в биосе на крайний случай если она не гонится шьется биос и сука она гонится все равно куда и деваться из наших цепких ручонок шаловливых вот и она по итогу даже при меньшей частоте ddr 3 памяти стоковую ddr 4 дергают потому что обычные обычные материнские платы с обычными там райзенами корами какие-нибудь простенькими они не поддерживают 4 канал они только 2 канал поддерживает и вот три канала и 4 каналы там по моему 4 канальном режиме до 50 гигабит в секунду пропускная способность памяти ребята это все я на память говорю это знаете я любитель вот почитать посмотреть что к чему и почему могу какие-то цифры путать вы уж тут меня простите это не мобильные телефоны этого мне наушники и прочее такое здесь здесь не так я к этому делу подхожу так здесь красивая заглушка такая как у дорогих материнских плат так usb 2.0 usb 3.0 здесь у нас 7 канальный звук саня андреев если ты меня смотришь братулец вот твое любимое есть пополамные разъемы присутствует а то я скажу что они нахер никому не нужны тут же ж на староверы вот этими которые двумя двумя перстами вот эти записывают засовывают эти мышку и клавиатуру вот этих они придут и просто убьют меня в комментах так ну и план то есть порт на сеть нос на интернет единственное что в этой модельке не предусмотрено это не установлен сразу вай-фай приемник более современных там еще и вай-фай приемник установлен ох ты ехитская сила я не сразу заметил о смотрите это у нас не что и не ноя как вот здесь маленькие два кулерочка стоящих это вещица откручиваются то есть их можно обслужить там смазать скрасить может быть поменять докупить то есть здесь еще и принудительное охлаждение зоны в рм мое почтение я честно сказать только вот час увидел охренительно ну что вот такой у нас комплект вот такая сборочка вот это вещица на 11 11 я брал вот все что вы в кадре видели это и оперативка и проц и материнка и спасибо китайцу за дозничок кстати ребят дозничок конечно вещь хорошая но лучше купить проверенную какую-нибудь ему какой-нибудь g9 900 термопасту потому что здесь если вы шутеек то не понимаете здесь термопаста внутри то мало ли вот этот бушный видите тут он стопутняк бушный потому что термопаста стерта но такой прям достаточно не ушатанный так вот вернемся нашим баранам все это дело мне обошлось порядка там десяти тысяч рублей то есть большая часть компа это 10000 рублей плюс там за 2000 был куплен блок системный сам корпус за там 2000 с копейками куплен м2 накопитель плюс за 3000 там чем-то рублей был куплен блок питания я забыл сейчас сейчас я вспомнил блок питания аэрокул там он 80 бронз сертификат имеет 300 с чем-то я покупал его тоже со скидками там везде суетил везде скидочки сюда гаммакс гаммакс 300 в виде кулера будет использоваться я не стал покупать снеговикам потому что они сейчас подорожали говорить что да вот давайте снеговика проще здесь купить тех же денег этот гаммакс стоит по сути этому процессу хватит за глаза ну и дополнительно дополнительно можно там закупить крутилятор на выдув потому что на вдув стоят два на выдув было бы неплохо но опять же ребята это не игровая сборка так греться он не будет реально играть в игры на нем не будут тут даже вам больше скажу попозже видеокарта будет ну совсем так сказать не игровая от слова вообще просто нам надо будет вывести изображение через них и все больше ничего не требуется ну вот одним словом вот все пока вместе с расчудесным монитором название которое я пока не буду говорить совсем делом пока упирается где-то чуть меньше 30 тысяч рублей вот идите поприкиньте так сказать поразмыслите что там на тридцатку мы насобираем здесь не сильно я думаю что то такое мега получится у вас короче пишите в комментах если сейчас смысл ли я заблуждаюсь и вы меня поправить и я скажу ребята спасибо за наводку вот мы собирать на райзенитном каком там корис я не знаю какие они сейчас на интеллский так ребята пора завершать видос все ссылки на продавцов будет в описании там же будет ссылочка на мою группу вконтакте подписывайтесь там много чего интересного соответственно какие-то там ништяки я выбрасываю ссылками для своих подписчиков в общем что я пошел все это дело собирать пока пока